Машины все с утра сигналят. Привет, ребятушки. Дену я на полу. 6 утра, потому что водители не думают, что где-то по домам люди спят, да? Ни-и-и! И всё, потому что ему надо проехать. Вот народ. Вот народ непонятный. Сейчас я вам порт покажу. Стоят наши зайчики. Вчера Аля мне говорит, пришла охрана, говорит, сказали, что должны были выехать в 6 вечера, отправиться, вернее, выехать, вылететь на своём самолёте. Отправляются в 3 часа дня. Я говорю, Аля, ты же знаешь, что я среди недели не рассчитываю на наших марокканских друзей. У нас офисные работники. Марокканцы у нас по субботам. И то с утра они бревошей наелись, не факт, что все придут на обед. Поэтому вот так вот погодка. Вот смотрите, видите, от тучи, 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 от тучи, тучи, тучи. Но дождя нет, и слава Богу. Утром всё время прохладно. Сегодня 5 градусов всего утром. А днём, зато днём жара. Как ты тут по погоде оденешься или разденешься. Вот эти кактусы начинают выдавать новые плоды. Сейчас я вам покажу. Вот это фико дымья называется, видите. Что тут ещё цикавого есть? Нет, ничего не могу. А вот это что растёт? Это похоже... Не, не, на что не похоже. На бурьян похоже. Думала, знаете, типа фенхеля, листья такие. А перцы и у него стоят. Скорючился перчик. Новый сет. Нет, ещё на свой огород не сходила. Наверное, сегодня пойду. Что-то там поразгребаю чуть-чуть. А что-то подсажу. После работы что-то, знаете, доходишь домой, а потом уже руки не стоять. Наша кухня нас встречает почти что дневным светом и гулом холодильничком. Сейчас мы зажжём свет. И будет у нас всё как у народа. О, сегодня у нас такая штучка. Вот эти вот морские гады наши. Сейчас, сейчас. Сейчас ставлю большую кастрюляку воды. Ну, это щупальца кальмара. А когда сам кальмар, то ты его берёшь, но я как потом покажу. Так, три раза в кипяток опускаешь, и он сворачивает свои щупальца. Обезглавленный. Ну, попробуем. Попробуем, что у нас получится. Мы вчера сварили рагу, уже уходили. Оно ещё тёплое оставили на плите остывать. Жир даже не схватился. Тёплое ещё не остыло. Закыпает наша водичка. Берём щипчиками. Это, конечно, надо делать со свежими. У нас свежее мороженое, поэтому фокус может не удастся. И делаем так. Раз. Входит. И выходит. Замечательно выходит. И вот эти ножки, по идее, они скручиваются. Видите? Подпрыгивает. Срабатывает белок. И тут же мы их оставляем в кастрюле. Вода должна быть более кипящей. Но это я вам говорю. Это я вам рассказываю, как делать со свежими. А не со свежимороженными. Они у меня размороженные, но всё равно они свежимороженые. Вот так они загибаются. Делается кучерявый. Кучерявый. О, смотрите. Видите? Вот чего мы добивались. И тогда они в салатике красиво смотрятся. Ну, сейчас я, конечно. Попытка не пытка. Попытаемся их закучерявить. Вот там уже. Что получится, то получится. Загибаются, загибаются. Вода должна быть бурно кипящей. Ну, у Лилька нету времени, поэтому мне как-то всё равно, что у меня в салате получится. А вот тут у меня уже помидор стоит. Тут уже суп приготовила. Там уже меня зелёнка ждёт. Тут уже у меня горошек сваренный. Боже, народ. Ну, как отца не подняться, чтобы не сказать хуже. Про Верочка. Про Верочка. Потом я вам расскажу, чем всё закончилось. Бежим со мной, ребята. Сейчас покажу. Зашёл в Талии. Могут наказать. Самоходим в станции. Пришли проверяющие. Говорит, покажи вашу раздевалку. Идёмте. Заходите. Вот такая раздевалка. Видите? Ручки не махала. Но это ерунда. Заходим в раздевалку. Что мы видим? Та-дам! У нас дверь падает. Но я эту дверь уже пару раз на место сама ставила. Но у нас такая собака тяжеленная. Что мы её просто... Это женская раздевалка. И вот она у нас так вот стоит. Он говорит, где вы раздеваетесь? Я говорю, вот мой шкафчик. Это единственный мой шкафчик. А это всё шкафчики наших ребят. Никто здесь не раздевается. Переодеваются там, где у нас стоят моющие средства. И это нехорошо. За это могут оштрафовать. И потом... Вот это вот видите? Дырка. Не хватает панели. Вот это должно быть поставлено на место. Вот это могут быть штрафы за это. Что не нашли к чему придраться? Давайте хоть продерёмся за поломанную дверь и всё остальное. То, что я без шапочки, никто даже полуслова не сказал. Если у тебя убранные волосы, нигде ничего не висит, это нормально. И то, что мы без рукавичек, это тоже нормально. А вот эти дела, висящие, это ненормально. Понятно? Так что, кто б шо не говорил, в дверь, если на кого-то упадёт, потом расскажу. А он ещё не обратил внимания, что вот это у нас слив воды уже ненормальный. Каждый раз мы нажимаем и отпускаем. Ну, бог с ним. Потом с меня три секунды расскажу. Вначале требовать бумаги, которые находятся у АУ. Там есть такая бумага, называется Акачи-Чипи. И плюс скеды на холодильнике, которые мы должны каждое утро заполнять, сколько холодильник имеет градусов. Ну, наши баристы этого не делают. Хотя, надо, конечно, это делать. Я говорю, эти скеды, говорю, находятся у моего начальника. Я пытаюсь ему дозвониться. Звоню, звоню, он мне отвечает. Он говорит, в случае, в каких-то случаях эмердженции, если он тебе не отвечает, это как? Это как понимать? Это что такое? Что он мне отвечает? Я говорю, ребята, ну, вы же понимаете, я говорю, китайцы. Говорю, наверное, подхватил коронавирус. Они как начали ржать. Говорят, что он в Китай поехал? Я говорю, да нет. Ну, все равно говорю, китайоза, так что. Короче, вот этим я разрядила обстановку, и они сказали, в течение двух дней, чтобы он привез, у нас есть в палацу Дела Салюты, возле Фюмары, чтобы он привез эти скеды, чтобы он привез Ака-Чи-Чи-Пи. Короче, все это привезется, и нам за это ничего не будет. Если мы в течение двух дней вот это поисправляем, вот эти двери и все прочее. Понятно? А другие бары есть что рассказать. Фу-фу-фу-фу-фу-фу, жарко, как жарко. Жарко мне, жарко. Плюс 16 жарко. А когда будет 35, что будет делать? Выключаем печку, выключаем все. В общем, ребята, сегодня утром. Господи. Господи, спаси, помилуй. Сейчас шерифу выслала фотографию, что ему там пищу оставила. Говорит, «Суби-то кара». Это значит, сейчас же, говорит, беру самолет и вылетаю. Спасибо. На здоровье. Это у нас автошкола. Их мы пропускаем, потому что они у нас такие опасноватые начинающие водители. В общем, утро не предвещало ничего плохого. Начнем рассказывать вам. И тут вдруг выходит уже Лука на работу в 8 утра. Он выходит в зал, раскладывает воду, говорит, «Лиль тебя зовет, Аля». Я говорю, «Что такое?» Думала, «Аля в туалет захотела». Та не, говорит, «Санэпидемстанция». Я говорю, «Ехали, бабай». Ехали, ехали, наконец-то до нас доехали. Три года нас никто не проверял. На тебе, вам. Ну, выхожу ж я в наши вам с кисточкой. Здравствуйте, здравствуйте. Мы проверяющие. Хорошо. Что вы хотите проверять? Все. Ну, пошли. Пошли по кругу. На кухню можно-можно, сюда можно-можно. Можно. Нужно. Они же проверяющие. Везде, где им нужно, везде же я их сопровождаю. Увидели они наш холодильник с поломанной резинкой. А он у нас сосет воздух, этот холодильник. Говорит, «Сеньора, вы, понимаете, что? Давай. вы понимаете, что не должно быть этого?» Я говорю, «Я-то понимаю. Но вы же, поймите, что пока не вызовешь ремонтную бригаду, пока же они тебе эту резинку не вставят. А у нас холодильщики, они очень-очень дорогие. Я уже о Ву говорила об этой проблеме. Я каждую субботу размораживаю свой холодильник, но он подсасывает воздух и получается снег в холодильнике, а его не должно быть. Но это маленькая такая деталь. Короче, начали они ходить, искать, заглядывать мне под прилавки в холодильнике везде. Господи, хорошо, что я вчера свою Терезу заставила в холодильнике все по местам пораскладывать, помыть. Ничего не нашли. Говорит, веди нас в раздевалку. Ну, это же в раздевалке они нашли наши поломки, наши неудачи. А все, а придраться не надо от чего. Не хватает несколько бумажек, Абу говорит, бумажки я им завезу, никаких проблем. Единственная проблема сейчас он составит аллергены. Вот эта вот проблемка на все продукты, которые мы готовим, должен быть список аллергенов, потому что люди должны знать, если у кого-то аллергия, но это мы на словах всегда говорим. У кого-то какая-то аллергия, они спрашивают. присутствуют там допустим перец, помидор, хлеб, еще что-то. Мы отвечаем, в этом люди есть, в этом нет. Это должно быть как-то расписано. Не знаю, как это мы будем расписывать. Время на это надо. Но как-то будем. И надо клеить этикеточки. Они заглядывают ко мне в холодильник, они думали, что там куча всего остатков вчерашнего, а у меня остатков то нет. У меня голый Вася в холодильнике. Там пару коробочек стоит и все, и все. Это пленочкой завернуто, так что все нормально. Услышали запах морских гадов, говорит. А ну, говорит, покажи накладную. Я конечно пока перерыла весь офис, пока нашла ту накладную. Товар пришел 13 февраля, варю я его 19 февраля, он глубокой заморозки, поэтому проблем никаких нет. Ну, в общем, искали, искали, ничего не нашли. А кто, общественными туалетами занимается? Я говорю, порт, что хотите проверять, идите проверяйте. Короче, пошли и проверка судов, и проверка всего. Там, конечно, а вчера проверяли наш конкурирующий бар, ресторан наверху, таких закрыли. На два дня закрыли, чтобы они поубирали. Сказали, не уберут, значит, будут большие штрафы. Вот так вот. Не успели они открыться, а уже закакались по самые уши. Вот. В конце дня мне позвонила Ву, говорит, ну шо? Говорит, поговорили. Давай, девочка. поговорил я с ними, говорит, позвонил я им. Да, они правду, говорит, сказали, что ничего у нас не нашли. Не, ну если бы захотели найти, то, конечно, нашли, если бы были такие противнючие, что аж до беспредела, или если бы мы были засранцы до беспредела, то там бы по-любому придрались. Ну давай уже ехай. Пай. О, Боже. О, Боже. Он уже сзади цукнутый, поэтому, боявся, чтобы еще впереди цукнул. Так что такие делишки. Сейчас я лечу в Лидл, мне надо купить шафран и надо купить маскарпоне. Дядя, тебя я не буду пропускать. Хотим с лукой сделать ризотто. Значит, маскарпоне с зукини или ризотто с шафраном. Ну, куплю и то, и другое. Наверное, завтра сделаем с зукини из маскарпоне. Маскарпоне ложится вместо сливочного масла в ризотто. Оно тогда получается более пышное, более такое воздушное. Завтра сделаю торт у пасквалин. У меня шериф принес три корчевки, три артишока. Это тортик делается так же, как и шпинат с рикоттой. Только надо прожарить эти артишоки с чесночком и добавить туда. И будет у нас вкуснятинка, ребятки. Лилек все о своей кухне никак наговориться не может. И все. И на завтра мы мы готовы. Так что сейчас едем у Лидл с вами. Они сказали, чем грозит неисполнение. Вот если мы не исполняем то, что нам приписывают там дверь поломанную туда-сюда, они через недельку придут проверят. То тогда штраф от 500 до 6000 евро. Вот такие у нас штрафы. Штрафы немаленькие. Так что лучше исправлять то, что поломано. Это они еще не видели, что у нас по саду мойка поломанная, картофель чистка не работает. картошку я думаю никому руками не запрещается чистить. Поэтому тут у нас особых проблем быть не должно. Ой, ой, ой. Все, порискакали в Лидл. Я люблю тут в тенечке парковаться, тут сильно жарко на солнце. Что мы будем летом делать, а? Вы не знаете, и я не знаю. не продавцом не Не указано по баллу. Как говорят, Виталий скомвольт. Это значит кончено. У меня на сегодня просто не осталось силы, ребята. Рай бог милые, ну и демюк. Сейчас расскажу, что у здесь случилось. Сейчас тут еще какие-то письма мне пишут. Фратели Карли, что за папа Карло? Что они от меня хотят? Пожертвования, скорее всего, что. Империя. Это они высылают тебе конверт, чтобы ты им назад отправил. Фратели Карли пресс от цены империя в спорту спон тонны. И что я вам должна? И что я вам должна? Что рекламируют? Перлей, регало унику, эксклюзиву. Так, вот это на эти штучки не ведитесь. Потому что если вы закажете, если вы закажете Олю Экстра Верджин понятно, что оферта. Тебе могут такое выслать, что ты потом с ними не рассчитаешься. Так что прокай лекарь, идите вы знаете, покаркайте в другую сторону. Короче, заехала в Лиду, а там бабулечка, видите, я вам показала пустую кассу. Бабулечка скуплялась и делала два товарных чека на два вида товара. Ну и с одного товарного чека 10 евро дала ей продавец сдачу, а второй товарный чек ждет деньги, а бабушка говорит, я тебе 50 евро дала, она говорит, да ничего вы мне не давали, вы разговаривали с другой женщиной и это самое. Ну короче, давали, не давали, продавец берет, идет пересчитывать кассу. Бабушка доказывает, что она ей 50 евро дала, та говорит, ну если ты мне дала, то 10 евро, дала ей мелочь сдачи, пересчитывает кассу, возвращается, говорит, у меня 10 евро в кассе не хватает, говорит, то есть это были мои 10 евро, я вам ничего не должна. Бабулечка в шоке, говорит, я только была в банке, я сняла 50 евро, говорит, со счета, у меня других денег в кошельке нет, у меня 50 евро. Короче, начинают они между собой, а мы же очередь, мы же стоим, мы же все на ленте и стоим и ждем. Я говорю, ребята, на нас смотрят камеры, говорю, если у вас камеры работают, то это ж можно проверить, тут видно, человек давал или не давал. Тут еще один продавец вступается в разговор, говорит, да, если что, сейчас вызовем полицию, представляете, насколько это затянулось, вызываем полицию и если сейчас фиксируем, что по камерам, давали вы эти деньги или не давали, да, говорит, да, я действительно разговаривала с другим человеком, но у меня это уже говорит автоматически, я говорит, не ошибаюсь, а я потом этой бабулечке говорю, а вы, говорю, хорошо смотрели, говорю, у себя по всех карманах, ну, мало ли, говорю, не туда вы свои 50 евро положили, и вы знаете, она вот открывает кошелек и вместо того, чтобы они были в одном отделе кошелька, она их засунула где-то туда и она вытягивает эти 50 евро, девочки, очередь, простите, извините, я так это самое, я так виновата, я вас всех задержала, это ничего страшного, ничего вы нас не задержали, главное, что истина восторжествовала, все свободны, все спокойны, слава богу, ой, в общем, купила себе вкусняшек, миндаль очищенный, тут и вот орешки на работу, с лукой сделаем ореховый соус, потому что тот, который приходит к нам, соус, ну, во-первых, дорогой, во-вторых, лук, говорит, мы сделаем намного вкуснее, поэтому коус и шафран едут на работу, себе взяла кефирчика и себе взяла такой имбирь, ой, ребята, это не имбирь, это сказка, он в такой сахарной посыпочке, такая вкусняшка, конечно, много его тушить нельзя, вот, и тут сушеная мертель, красная ягодка, ну, я их иногда беру, знаете, сухотрубки, иногда полезно вечером похлопать, все, и на работу взяла маскарпоне, взяла кускуса, так что, мы с лукой на коне, боже, я кей дурный день, хай бог мыл, и слава богу, что он закончился, так что, всем ребятушки, пока не знаю сама, что наснимала, потому что, это же все вот так, вот с бухты-барахты, тут тебя останавливают, тебе надо готовить, тебе надо это, тебе надо то, ты туда-сюда вычешешь, бегаешь, потом приходят клиенты на обед, что говорит, к вам санстанция, приходила, я говорю, да, и шо, я говорю, и не шо, извините, это было не вам, это было санстанции, все, на этом наше видео заканчивается, всем пока, всем до завтра, и не шо, не шо, Продолжение следует...